Некоторые же избирают более тернистый, в то же время таинственный путь распространения наркотика. Мастера конспирации пытались доставить продукт получателю посылкой. Способ довольно классический, возможно на это и ставили злоумышленники. Тем не менее, пакет, адресованный Менчанину, вызвал подозрения у таможенников. Осмотрели. За семью печатями скрывалось ни много ни мало один килограмм психотропного вещества. Личность теоретического владельца зелья уже установлена. Кто же он, человек широкого размаха и скудной фантазии, узнавал Владимир Королев. То самое письмо счастья сейчас может обернуться для Менчанина вполне реальным тюремным заключением. За контрабанду свыше одного килограмма психотропа мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Установлен факт перемещения особо опасного психотропного вещества АБФУБИНАКО, общей массой более одного килограмма. Данное почтовое отправление прибыло в Республику Беларусь из Китайской Народной Республики. По данному факту перемещения особо опасного психотропного вещества в Минской региональной таможне возбуждено уголовное дело. Посылка из Китая дошла, вернее долетела достаточно быстро. Менчанин воспользовался услугой ЕМС, международным сервисом экспресс-доставки корреспонденции. Однако дальше пункта таможенного оформления пакет так и не пошел. Опыт у людей большой. По определенным критериям определяют почтовые отправления, входящие в так называемую группу риска, которые впоследствии подвергаются более углубленному таможенному контролю. Именно на такой углубленный контроль и отправили подозрительную посылку. Профессиональное чутье и на этот раз не подвело. В китайском подарке был действительно запрещенный препарат. Впрочем, необычные бандероли доставляют в Беларусь регулярно. Как правило, из Китая приходят музыкальные открытки, куда рядом с динамиком вкладывают марки ЛСД или психотропные вещества. Всего с начала года Минская региональная таможня пресекла 11 подобных писем счастья. Общей массой 4,5 килограмма. Однако посылка такого масштаба в Беларусь прибывает впервые. Владимир Королев и Денис Гатила. Зона Икс. Минск.